В день русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Пушкина, чиновники Самары собрались на совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной не в мэрии, а в центральной городской библиотеке имени Крупской. Здание модернизировали в прошлом году по нацпроекту «Культура». Точно так же в городе уже обновили библиотеку народов Поволжья, библиотеки на аэродромной и Паново. Теперь это не просто залы для чтения, но место для комфортного проведения досуга и даже деловых встреч. Проводят технические работы в нашем конференц-зале, и мы подобрали для оперативного совещания библиотеку имени Крупской. Не все сотрудники администрации видели, как она преобразилась. Есть возможность в том числе здесь обсудить и рабочие моменты. На совещании обсудили координацию работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями. Специалисты проводят опрессовку тепловых сетей центральной отопительной котельной. По этой причине до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города – Октябрьском, Советском, а также частично в Железнодорожном. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных при опрессовке повреждений. Мы видим прекрасно, что в социальных сетях идут жалобы, когда не вовремя включаются, не тогда, когда обещали включить горячую воду. Разбирались в ситуациях, где-то это действительно порывы на сетях, где-то это недоработали управляющие компании. Еще раз договорились с главой внутригородских районов о том, что они в обязательном порядке, всю оперативную информацию будут доводить до жителей, чтобы люди понимали сроки проведения тех или иных работ. Также на совещании обсудили летнюю спортивную программу. Все лето будут проходить соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». До 10 тысяч человек смогут принять участие в акции «Самара в движении». На первой и второй очередях набережной будут организованы бесплатные занятия по фитнесу, йоге, стретчингу, зумбе и другим видам спорта. В рамках акции «Приходи на пляж, поиграем». 12 июня состоится городской фестиваль «Королева спорта». 30-31 июля запланировано соревнования по пляжному футболу и волейболу. 6-8 августа – марафонский уикенд «Соколье горы». 13 августа – спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и легкоатлетический забег «Огни Самары». Ну и главное спортивное событие в нашем городе состоится 21 августа – Самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Привлекает ежегодно огромное количество участников с разных уголков нашей страны. В этом году мы ожидаем не менее 5000 участников. Этим летом в Самаре будет организовано более 100 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом до 60 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.